Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию, на лицо прекрасные злобные внутри. Почему эти 6 актрис многих раздражают? Посидев на форумах, на различных сайтах, прочитав немало комментов, мы выяснили, каких актрис зрители больше любят, а какие раздражают. Из этого огромного количества мы выбрали 6 особенно талантливых актрис, так можно сказать, и которые больше всего всех раздражают. Если в этой шестерке есть ваши любимые актрисы, пожалуйста, не кидайтесь тапками в комментариях, не пишите гневные отзывы, потому что в этом ролике мы озвучим только мнения телезрителей. А как известно, мнения и предпочтения у всех разные. Так что, если есть какие-то актрисы, которые лично вас больше всего раздражают, пишите в комментариях, и каких вы больше всего любите, также пишите. Возможно, следующий ролик будет сделан именно по вашим отзывам. Российская актерская школа выпустила немало талантливых и запоминающихся актрис. Однако, несмотря на красоту, талант и востребованность, некоторые актрисы из раза в раз вызывают скорее раздражение у многих зрителей. Вот шесть из них. Настасья Самбурская. Актриса Настасья, прославившаяся своей ролью в сериале «Универ», обладает, несомненно, эффектной внешностью и, как все знают, непростым характером. Однако, похвастаться актерскими способностями на таком же уровне она не может. Настасья известна огромным количеством скандалов, из раза в раз напоминает о себе в СМИ, эпатажем и стервозностью. Но в профессиональной актерской среде ее имя звучит намного реже. Быть может, благодаря своей внешности она и получает роли роковых стерв. Но наблюдать одну и ту же Настасью в разных проектах многим просто скучно. Ольга Бузова. Не станем отрицать старательность Ольги Бузовой. Благодаря своему трудолюбию ей удалось забраться на верхушку отечественного шоу-бизнеса и удерживаться на ней уже, кажется, не первое десятилетие. На сегодняшний день Ольга блогер и довольно успешная певица, что, впрочем, не отменяет вопроса об уровне ее вокальных данных. Доводилось Ольге играть и в кино. Зачастую она становится приглашенной звездой и исполняет камео. Однако актерские данные Ольги такие же сомнительные, как и ее вокальные, что не может многих не раздражать. Как при таких низких способностях ей удается быть буквально в каждой бочке за тычкой? Может быть, в этом и есть ее какой-то секрет. Кристина Асмус. Многие помнят Кристину Асмус по роли Варри Черноуз в популярном ситкоме «Интерны». Ее героиня нравилась буквально всем. Белокурая, нежная и очень романтичная девушка с наивными красивыми глазами. Нужно признать, такие роли тургеневских девушек подходили ей намного больше, чем последние, когда Асмус решила пробудить в себе стерву и оторву. В своей работе Асмус постоянно старалась сделать больше, более драматичные роли, более откровенные сцены, более смелые сценарии. В итоге ее героини погрязли в пороке и разврате, и воспринимать ее иначе теперь совершенно многим невозможно, и многих она стала очень сильно раздражать. Агата Муцинеци Имя актрисы Агаты Муцинеци неразрывно связано со скандалом, с которым сопровождался ее развод с известным актером Павлом Прилучным. Агата обладает эффектной внешностью, однако ее единственная успешная роль, по мнению телезрителей, это сериал «Закрытая школа», который был выпущен на экраны более 10 лет назад. Хотя я смотрела много в фильмах с Агатой, и хочу сказать, ну, мне она лично нравится, очень хорошие роли и очень хорошие фильмы. И все же каким-то немыслимым образом ей удается оставаться популярной, и это многих раздражает. Александра Бортич Некоторое время назад Александра Бортич была одной из самых главных звезд отечественного кино, однако завоевать народную любовь ей это не помогло. Добиться славы ей помогла миловидная внешность и, конечно, характер хабалки. В большинстве ролей она играет саму себя, грубоватую пацанку, у которой на самом деле нежное сердце. Однако, если отсутствие актерского таланта еще можно простить, то политические высказывания Бортич, как многие говорят, совершенно неприемлемы. Актрисе нужно оставаться актрисой и не позорить себя. Может быть, это помогло бы ей не исчезнуть с экранов. Юлия Пересильд Наигранность и высокомерие Вот какими качествами зрители описывают Юлию Пересильд. Это не исчезает, сколько раз не летай в космос. Она талантливая актриса, однако раздутое эго берет свое. Ее героиням просто не веришь. Кажется, что она просто наслаждается собой и своими чрезмерными эмоциями на экране. Главное последствие этого – Пересильд смотрится одинаково во всех своих ролях. Более того, кажется, что в актерской тусовке ей сильно помогают связи и блат от высокопоставленных друзей, которые не пожалели запустить ее в космос. Эта несправедливость многих раздражает. Пишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Кто из представленных актрис вам нравится больше всего, а кто больше всего раздражает. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Божьи благословения. Всем удачи. До новых встреч. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова